Построить дом, посадить дерево, это, конечно, понятно. Построить дом на число, несколько миллионов, подлинно. И попроще, как-то идти. И попроще, елки. Ну, это да. Мы не ищем легких путей, как вы уже поняли. Мне как-то на радио в прямом эфире, сначала на культуре, по-моему, спросили на радиокультуру, а потом на звезде. Говорю, а почему вы так не жалуете своих слушателей простотой сюжетов? Вот вам приходится к некоторым песням даже эпиграфы какие-то там, например, про калабратор. Вот я ей говорю, ну неужели вы думаете, что все у нас слушатели настолько привыкли вот именно к двум притопам и трем прихлопам? Вот все ведущие на радиостанциях и в эфире, они абсолютно в этом уверены. А когда все-таки песня доходит как-то до аудитории, все меняется. На самом деле, конечно, все это лечится вообще. И очень даже легко. Просто берется несколько, я не знаю, команд, и все эти форматы можно легко поменять, сломать. И мы совсем другую жизнь увидим на улицах, на наших, мне так кажется. Так, а чем ты спрашивал, ты, Дима? А то что-то меня понесло. Цель жизни. А, ну цель жизни, собственно, да, наверное, довести все-таки до полностью профессионального вот этого, всю историю, чтобы музыка могла кормить вот шесть человек, которые с ней связаны, а если быть точнее, даже восемь. Потому что у нас там в акустическом составе, электрическом, группа возвращения, собственно, в общей сложности восемь музыкантов. Ну, иногда есть такие, прям, бывают периоды, когда прям все, кажется, вот оно пошло, уже там гастроли и так далее. И потом все равно происходит какой-то спад, от чего он зависит, пока непонятно. Ну, поэтому, собственно, многие из акустического состава, у них там куча еще всяких проектов, там Никита Алешин, он один из самых известных, наверное, из гитаристов в Москве сейчас. А Денис Забавский там свой оркестр ведет детский, Илья Кутришов, в общем-то, играет со своей супругой, с Алиной Симоновичем. Ну, в общем, это о профессиональных музыкантах. В электрическом составе есть любители, которые уже долго и много лет вместе со мной занимаются всем этим. И они тоже где-то работают. Например, Федя барабанщик, Касперскому антивирусы пишет. В общем, такой. Ну, все, конечно, хотят, чтобы как-то это все поменялось. В основном, конечно, регионы нам помогают. Тоже Казань очень нас любит. Торстант по ловле. Там у нас, конечно, паспище, откровенно говоря. Вот он сейчас споем. Песня, которая называется Монтер.